так и снова здравствуйте дорогие зрители моего канала значит по поводу того про что было только что глава после всего вот этого приключения в бунш секай когда вся компания вернулась уже в наше основное измерение где происходит сюжет астерии король дядя сказал люку все-таки сказал что у него оказывается есть брат близнец которого выслали из дворца давным-давно потому что сельваранте меко прочитал пророчество о том что близнецы приведут страну к разрушению и вот чтобы вот это пророчество избежать аж отправили в освояси но на данный момент он знает кто он такой и откуда-то знает наташу и наташа настаивает на том что не вернут ли его в столицу кем ласке и король в общем это смотрит положительно то есть что они сделали они вот этим вот приключением которые мы читали несколько месяцев в параллеле морально подготовили люка к тому чтобы для него вот это вот не стало здесь ударом естественно про то что было в параллеле он ничего дядя не сказал но сам факт что в конце этой главы мы получили четкую ситуацию по бездне у нас люк и аж здесь братья-близнецы то есть игра мазершип бездны вы можете забыть астерия наследует данные из дерева как это было у нас уже в radiant mythology 2 это очень много объясняет первая как раз игра где они братья-близнецы и там разборки вот эти вот за трон это radiant mythology 2 и благодаря этому мы уже можем проследить как наследовались данные в дереве это не дает нам никаких гарантий по поводу юрия это просто подтверждает мою основную теорию о том что мы не должны для астерия использовать лор мазершипов потому что астерия идет по совершенно другой ветке нашего банка данных то есть лица те же самые тоже куча параллельных этих измерений других ситуаций но основа идет с того дерева которое нам хорошо знакомо много лет так что здесь надо еще добавить я еще посмотрю что там было в самых последних сценах главы но вот это вот конечно очень ценно только пришлось очень долго ждать поэтому я еще раз всех призываю читать сюжет правильно то что происходит в истерийских параллелях нам нужно и самим персонажем нужно по сюжету в нашей основной иначе это просто не имело бы смысл какой смысл смотреть на кучу параллельных персонажей которые нам никто и звать их никак именно потому что все это находит отражение в той ветке реальности за которой мы следим уже восемь лет и поскольку висперия совершенно не объяснена предыдущих частях серии я имею ввиду tells of the world серии то что происходит в лучах наследовано не от нее явно я призываю здесь тоже всех к спокойствию просто дождаться момента когда ситуация с юре будет объяснена точно также четко на стороне астерии как это сейчас произошло с нашими рыжиками из бездны потому что сейчас даже если там окажутся какие-нибудь потом все равно детали про реплику или что-нибудь еще это все неважно ему сейчас вот его дядя сказал что у него есть брат-близнец который был отослан во своя сия так что он вообще и даже и не знал кто он такой то есть надо понимать ребенком так что все учитесь читать параллели и любить астерию за то какая она есть чем дальше от мазершипов тем лучше потому что она для фанатов совершенно другой ветви канона к счастью и это может сэкономить нам очень много нервов потому что откровенно говоря это ветви гораздо здоровее без вот этих всех отражений вторых я и прочей дурья гораздо более по-человечески читается так ну я сейчас увеличу некоторые реплики чтобы вы могли прочитать сами здесь вот про прощество про то что мико селиваранта это считала с того самого как это сказать что и самой к скрижали про которую у нас тут с третьей главы идет беда с тем что вся мана замерзла и так далее вот здесь вот я в зеленом прямоугольнике выделила комментарий самого люка мысленный о том что если бы не все вот это приключение в бонш сака и для него бы это сейчас было откровение будь здоров что у него есть брат и вся вот эта тема а так как он тут поприключался с параллельном то и видел уже эту всю разборку параллельного себя параллельного его то как бы уже и то есть здесь кончается тем что он королю обещает работать с ним вместе на благо страны и кого не устраивает такая бездна могут быть свободны потому что насколько я понимаю идею этой франшизы в мирах мазершипов все всегда настолько плохо что здесь остальной канон как может это исправляет в связи с этим у нас есть надежда что все таки ситуация с висперией будет тоже здесь более здоровая чем то что мы увидим в лучах и как раз по поводу алексея в истории параллельных аж с люком я потом скажу отдельно сейчас затягивать этот базар я не хочу всем спасибо за внимание пойду проверять какие у нас еще новости есть но вот это вот мы наконец дождались это конечно очень важно потому что у меня были теории но я не могла сказать железно что вот это совпадает с веткой радиант мифологи по поводу того что тут с сашем и с наташей спасибо за внимание до свидания Продолжение следует...